Спортсмены поддерживают традиции празднования Дня народного единства. В спортивном зале 4-й школы прошел традиционный турнир по волейболу среди женских сборных. В соревнованиях приняли участие 7 команд. До финала дошли самые сильные. За игрой призовой тройки наблюдала наша съемочная группа. Полуфинал получился интересным и неожиданным. За третье место боролись девушки из 4-й школы и команды завода НВА. В итоге НВА отвоевал бронзовую победу у соперников. Занятие спортом, по словам капитана команды, удается совмещать с работой. Тренировки по выходным и в свободное время. А в ответ за это – призовое место. Очень было сложно. Они достойные соперники, очень хорошо играют. Спасибо им за такую красивую игру. Мы рады, что мы победили. Дело в нашем тренде в Викторе Станиславовиче Орлове. Он просто очень заразительно всех подготавливает, всех агитирует и не дает нам расслабиться. А дальше началось самое интересное. В финале на площадке сошлись постоянные соперники. Из года в год команды бывшей 6-й и 10-й школы борются за абсолютную победу. На этот раз сравнивать технику и мастерство даже не приходилось. Уровень практически один. Ход игры решала судьба. Еще на разогреве перед финалом по обе стороны сетки нарастала нервная обстановка. Каждая команда была настроена на решительную борьбу. Однако все складывалось иначе. В начале первой партии счет перепадал в пользу команды десятки. Видно было и разочарование сборной напротив. Поддерживали болельщики и тренер. Второе дыхание открылось и счет пошел в гору. 13-6, 22-13, а потом и 25-15 в пользу бывшей 6-й школы. Говорить о какой-то тактике игры сложно. Возможно, волнения перед постоянными конкурентами не давали расслабиться и войти в игровой режим. Да и поражение теперь уже серебряных призеров явно было неожиданным. Видна была отважная игра Анастасии Левашовой и Виктории Бербешкиной. Но награды ожидали своих победителей. Медали, грамоты и кусочек сладкого и хорошего настроения вручили женской сборной команде «Инва» за третье место. Серебро в руках команды бывшей десятой школы. И главный приз, конечно, девушкам из бывшей шестой школы. Для них торт был особенный в стиле любимого вида спорта и такой же яркий, как сами спортсменки. В сборной команде победителей есть игрок, в чьей спортивной карьере был большой перерыв. Появилась семья и ребенок. Но Анастасия Потапова уверена, что волейбол – это навсегда. Спорт для меня – это все. Это моя жизнь. Я к этому стремлюсь, чтобы, во-первых, я мама, я хочу выглядеть всегда хорошо. Ну и спорт от меня поддерживает. Волейбол для меня – это уже как шесть лет я им занимаюсь, этим волейболом. И я думаю, в дальнейшем я этим буду заниматься. Традиция празднования Дня народного единства в спортивной сфере не пропадает. Ведь где, как ни в команде, надо проявлять единство для достижения победы. Юлия Хлыстова, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказово.